Эти выборы были особенными первыми, когда гражданин-наблюдатель Вологды ввел мониторинг компании. Я хочу сейчас заступиться за избирателей, чью я втутись критикую. Избиратель не был мотивирован прийти на эти выборы. Виноваты в этом суды, полиция и СМИ. Также я хочу заступиться за кандидатов. За кандидатов, которые реально собирались вести агитацию. И некоторым даже удалось. Они не проиграли. За последний год мне пришлось изучить законодательство о выборах. Серьезно. Закон о гарантиях избирательных прав граждан я знаю почти полностью. И я утверждаю, что то, что произошло в Вологде 14-го цифра, это не выборы. Это не было выбором. Было нарушено все и все абсолютно. Желающие убедиться в этом могут в интернете послушать заседание ТИК, рабочее заседание ТИК. Где рассматривали мою жалобу о том, что 7 человек одновременно позвонили в избирательную комиссию в 9 утра ровно. О том, что они хотят проголосовать на дому. Я просила признать погледения в избирательной уровне недействительными, потому что такое невозможно физически. Территориальная избирательная комиссия отклонила эту жалобу. В то же самое время. В частности, на этом заседании голосовался вопрос о запрещении Трубициной Ларисе Сергеевне подавать в преджалобу. То есть, работа территориальной избирательной комиссии, с которой мы познакомились очень близко. Вот с правом завещательного голоса были я и Евгений Молотов. Мы до сих пор сохранили статус, которым мы будем пользоваться. Право завещательного голоса, пока не стекли полномочия в интересах гражданского общества. Я утверждаю, что Министерство по выборам – это не ТИК. Я призываю всех убедиться, прослушив хотя бы эту запись на сайте движения МИСКИ. Министерство по выборам – это департаменты внутренней политики в правительстве области по всей стране. У нас это Алексей Макаровский, начальник департамента. Таким образом, то, что произошло, не являлось выборами. У нас практически нет проигравших. Потому что выиграть в этой спецоперации, которая вело государство против своих граждан, было невозможно. Это не было выборами. О предвыборной кампании говорили много. Я готова подтвердить все эти факты. О том, что за нарушение авторских прав сняли Людмилу Васильевну по совершенно надуманному поводу. Я была на суде и получили в пятницу ответ из ТИКа на жалобу за нарушение авторских прав на Ханкова. Там в его газете употребляется торговая марка иностранного производителя. Торговая марка иностранного производителя, что прямо запрещено. Ответ из ТИКа это же не использовалось в целях агитации. Было несколько снятий кандидатов. Была регистрация однофамильцев. Что больше всего шокирует тех, кто в курсе этой ситуации. Что одна из однофамилец Людмилы Васильевны, которая в следственном комитете призналась, что получила 20 тысяч или должна была получить 26 тысяч рублей за регистрацию. Она могла быть избрана в Гордуму 14 числа. Она представляла бы интересы людей. Избирательное законодательство наше на сегодняшний день очевидно это позволяет. На самом деле суды работают, конечно, очень странным образом. Доправлены в одну сторону. Избирательное законодательство по муниципальным выборам, вот по таким, оно достаточно объективно позволило бы выявить предпочтение избирателей, действительно волю избирателей. У нас есть федеральный закон о гарантиях избирательных прав граждан, которым достаточно просто пользоваться. Этого, к сожалению, не происходит. Меня хотели исключить из территориальной комиссии за то, что я требовала от участковой комиссии соблюдение федерального закона. Я постеснялась спросить, в чем заключается работа участковой комиссии, на взгляд, ТИП, если соблюдение федерального закона об избирательных правах граждан нарушает ее работу. Спасибо. У нас от движения вместе, еще кто-то хочет?